Смотрите, он... Он даже не ест, он как сосёт это мясо! Фу, блин! Он даже его не жуёт, он просто посасывает, пытается, не знаю, всосать его! Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хэлплей! Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение! Потому что мы продолжаем с вами прятаться от страшных монстров в игре под названием Little Nightmares! Но перед тем, как продолжить, конечно же, выпьем за ваше здоровье! Бру-чай! Ну и побежали дальше по трубам! Интересно, встретим ли мы ещё какого-нибудь монстра? Потому что пока мы видели только жердяев, очень отвратных, да, мясников, и видели с вами длиннорукого паренька! Вот, а может быть и не паренька, может быть это девушка! С длинными неухоженными руками, кто его знает! Вот, но я надеюсь, что нас разработчики всё же чем-то да удивят! В ближайшем... в ближайшем будущем! Шаткая, отвратительная лестница! Всё течёт! Ничего не помогает! И мы с вами, а, смотрите, мы убираемся с вами на свет! И вуаля, мы на корабле! Что, в принципе, можно было и догадаться, потому что постоянно всё качается! Да и вроде чайки орали! Так, ну, нам явно наверх! И на фоне какие-то толстые увольни идут по мостику! Интересно, зачем они идут на этот корабль? А прикиньте, нас кто-то выращивает, чтобы скармливать им! Они приходят сюда полакомиться деликатесами! Не только там рыбой, как мы видели, да, там и каким-то месяу! Они приходят полакомиться маленькими человечками! Было бы, кстати говоря, очень круто и супер мрачно! Как же мы высоко с вами ползём-то, а? Забираемся всё выше, а вот чайка сидит! Да, хорошо! Дальше что? Ага! Очередной проход! Вон они! Кто-то в шляпах, кто-то в масках, смотрите! Анонимусы из интернета! Вот как они выглядят на самом деле! Все думали, что это просто тупые школьники, но на самом деле это огромные, жирные дяди и тёти! Хе-хе, под масками! Анонимусы скрываются! Так! Всё нахер трясётся, видимо, от их жопы огромных! Опа-опа, тихо! Тут надо быть осторожным! Трубе надо идти! Осторожно! Так! Ооо, вот они, смотрите! Вглядитесь в их лица и... Наверху стоит эта гейша, которую мы видели в самом начале игры, статуи которой мы с вами... Разрушаем! Как бы говорим! Фуууу, мы против гейш! Нам не нравится эта тётя? Бля... Какой ужас. Так, ладненько, давайте пройдём внутрь. О, вкусная еда, особенно сыр, как вкусняво выглядит. С такими большими дырочками, да? У вас тоже, ребята, сыр, когда вы видите какие-нибудь большие дырочки в нём, так, хочется его сразу скушать. Не знаю почему. Посмотрите, он, он даже не ест, он как сосёт это мясо. Фу, блин. Он даже его не жуёт, он просто посасывает, пытается, не знаю, всосать его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, охренеть. Так, мы вообще сбежим от него? Так, ну вроде бы должны успеть и... О, отлично. Я был прям на грани. Смотри, продолжает орать. Так, тут нам куда? Так, я вижу наверху что-то. Справа окном. Как там-то забраться? По тарелкам, что ли? Я просто больше не вижу. Ну-ка, давайте риск... А, вот, наверху, видите что? Смотрите, как тянется к нам. Жирное, отвратное. Съесть нас хочет, или я не знаю, что они там делают. Все жрут, за столом сидят, лица обвившие. Так, а здесь нам... Опа! А, вот, проход. Нашел. Так. А, ну это типа... Я понял. Типа, секретная комната очередная. Хорошо. Так, нормально, уходим отсюда. Нам явно сюда не нужно. Значит, нам вверх, нас толкнем. Так, сюда мы... Ага, сюда мы забраться не можем. А, вот, вот, мы типа должны обходить с вами. Их жирные ручонки. Так и тянутся, чтобы нас съесть. Так, теперь... Какая-то странная вот здесь... Странная платформа такая. Так, стоп, ребят. Ага, все. Немного почесался у меня глаз. Так, ну пока вроде ничего сложного. То есть наш следующий противник, это, грубо говоря, вот эти вот... Вот эти вот жиробасы. Так, хорошо. Дальше. Так, видимо, опять к ним. О, убежал маленький человечек налево. Смотрите, смотрите, унюхали нас. Вы знаете, что мне все это напоминает? А, не знаю, как... Как это точно объяснить. Мне это напоминает... Кто смотрел аниме «Ходячий замок»? Вроде бы так называется. Мне очень сильно все это напоминает аниме «Ходячий замок». Особенно вот... Сейчас... Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Особенно вот эти вот жиробасы. Очень сильно мне... Ай, ну я понял, надо поверху теперь пройти. Особенно эти жиробасы мне очень сильно напоминают все вот такое вот... Знаете, взрослые вроде люди. Изуродованные, да? А вот какой-то непонятной штукой, своим обжорством. И ведут себя как дети. Вот эти... Как-то... Ну вы поняли. Пищат и так далее. Там кто-то пришел у нас опять. Просто бежим по коридорам. В общем, трудно описать... Давайте спрячемся. Трудно описать... И трудно описать словами это чувство, но я думаю, что те, кто смотрели аниме, меня сейчас понимают. Вот что-то очень близкое ко всему этому. Так, все, он ушел. Так, эм... Сортир нам... Так. Так, нам не сюда. Забраться по трубе. Нет. А, ну или просто... Просто выйти. Нет. Дверь не толкнуть. А, я понял. Разбить зеркало? Поэтому упала эта хрень. Да. Окей. Это прикольно. Туалетная бумага. Хорошо. Ползем наверх. Ох, боже мой. Как же это все отвратно. Давай, давай, проходи. Ништяк. Видите, Рубит там стоит. Так, здесь надо очень аккуратно проходить. Прикиньте, мы сейчас войдем туда, а он рубит не мясо, а он рубит одного из этих жердяев. Типа их сюда заманивают, чтобы делать из них еду. Как вам такое? Было бы круто. Можем сюда войти? Нет, войти мы сюда не можем. Ладно. Ну, никогда мы, видимо, не узнаем, что он там рубит. Пусть это останется загадкой. Одной из многочисленных загадок в этой игре. Так, мы можем пройти направо. Здесь лампочка. А налево можем пройти? Вот тут вроде бы я вижу щель какую-то. Да, смотрите. Смотрите, оно спит. Так, я его обнял. Так, а тут что-нибудь есть? Видимо, нет. Ладно. Окей, прикольно. Нашли такую секретную комнату с вами. О, смотрите. Офигеть, что они там делают целой толпой. Так, ну здесь нам явно с вами нужно не прятаться, а просто, как это говорится, драть когти. Ой-ой-ой, вниз. Просто охренеть. Так. О, не-не-не-не-не, не хватай меня. Так, я стал медленнее бежать. Мы устали. Есть. О-о-о-о. Офигеть. Так, я вижу лампу. Отлично. Давайте заходим сюда. Закрылось. И у нас опять начинается приступ голода. Вы знаете, этот приступ голода больше напоминает какую-то наркотическую ломку. Не находите? То есть мы... Как будто нам требуется доза, доза наркотика очередного. И, кстати, вы заметили, что у нас голод как понарастающий. Если мы сначала первый раз съели какой-то там... Какой-то что-то нам дал парень через решетку. Потом мы съели сырое мясо. Потом крысу живую. Офигеть. Я знаю, что сейчас произойдет. Я знаю. Да. Мы съели его. Хотя нам давали сосиску. Или сардельку. Наш голод выходит из-под контроля. Мы... Мы с вами... Нам становится плевать, что жрать. Вернее, не плевать. Мы хотим... Мы хотим чего-то живого. Мы хотим живой плоти. Опа, а вот и гейша. Может быть мы... Может быть мы зло, от которого... Опа, смотрите, что я нашел. Может быть мы зло, от которого нужно... Избавиться? Так, ну здесь понятно. Нам надо нажать кнопку. Такое мы уже с вами проделывали. Так, отлично. Давайте спрячемся сразу. А вдруг кто-нибудь сейчас выйдет оттуда? Нет, никого. Так, а сюда пройти мы можем? Нет, не можем. Так, хорошо. Мы с вами идем прямиком за этой гейшей. Видимо, эта гейша будет наш последний противник. Так сказать, финальный босс. Если так можно назвать. Хотя с боссом... Ну, как бы финальный противник. Как бы боссов здесь как таковых нет. То есть нет какой-то драки с ними. Ну, есть какой-то противник. Хотя можно назвать и боссом. И мы сейчас, кстати говоря, находимся в ее апартаменте, как я понимаю. Смотрите, были разбиты зеркала. И видите, тут явно девочка на картине. Завешена она. Она завешена, а вот там уже в маске. Та же самая картина, видите? Смотрите. Слышите? Она... Это она напевает? Да, это она напевает. Да, вон она стоит и разбит... Так, я спрятаться сюда не могу. И разбитое зеркало. Я не знаю, что делать. Давайте просто... Проходите, я не вижу, куда залезть. Так, и статуэтка стоит у нее. Она очень уродливая или что такое? Почему она... Везде разбила зеркала и завешивает картины с собой. Вот видите, опять завешенные картины. Это явно она. Так, а... Ваза прям так и просит, чтобы ее разбили. И дайте угадаю, там находится ключ. Да, и так быстро... Она перестала петь. Ждем. А она не идет. Так, ладно, давайте аккуратно возьмем ключ. Давайте пройдем под кровать. Сейчас как вып... Ох, я подумал, что это она стоит. Ее нет, она ушла. Мы же понимаем, что она не могла просто... Просто исчезнуть, правильно? Давайте разобьем, раз мы рядом. Сейчас стопудовый шкаф и вылезет. Нет. Блин, а было бы, кстати говоря, прикольно. Если бы она вылезла из шкафа. У нее, кстати говоря, разные маски. Вот смотрите. Смотрите, например... Видите такой портрет ее? В маленьком круглом... Ну, видите, да? Вот между глаз. Там у нее какая-то маска медвежонка или что такое? Она вообще всегда носила маски. Может быть она... Хочет всех других людей сделать уродливыми, поэтому... Кормит их или... Ого! Вот она! Охренеть, просто бежим! Тихо-тихо-тихо-тихо! Так, мы опять медленно бежим. Офигеть! Так, и... Снова большая комната, куча манекенов. Ага, вот. Так. Что это? Это... Это похоже на... На зеркало. Разбить его? И почему она хранила маленькое зеркальце? А, я понял. Нам надо будет, наверное, показывать ее отражение ей. Вот она появилась. Так. И мы, типа, должны... Пробраться к ней? Опа! Что за херь? Что за... О, свет! Снова... Я... Ооо, она обладает магией, во-первых. Офигеть! Она нас убила. И она обладает магией. И... Я очень поздно увидел. Короче говоря, в левой стороне вы видели свет. Нам наверняка нужно... Внутрь этого света. Так, хорошо. Берем зеркало. А если мы сразу пойдем налево? К этому свету, который будет? Офигеть! И она обладает магией! То есть... Так, где? Ага. Так. А, ну и сейчас будем, короче говоря... Вот! Офигеть! Короче, друзья, первый босс-файт нам завезли. Где, где, где? Где? Ух, блин, еще искать придется в темноте их. Так. Есть. Отлично. Вставай, вставай быстрее. Гаснет, нам нельзя быть в темноте. Ага, вот, посередине теперь. Офигенно. Опа. А, не, смотри, дразнит. Опять. Есть. Блин, уже три раза ее ударили. Вроде, когда такие босс-файты происходят в таких играх. Там, знаете, по классической системе, там, три раза ударишь босса, и он, типа, побежден. А мы уже три ударили. А файт продолжается. А-а-а-а. А-а-а. Я не успел. Она сзади. Я неудачно развернулся. Блин, но сделано прикольно. Очень прикольно. Сейчас мы ее наверняка с вами победим, друзья. Файт абсолютно простой. Просто, опять же, нюансы управления. Здесь такое бывает. Я как бы вроде бы развернулся, но... Из-за того, что наш персонаж так стоял, оказалось, что я развернулся немного в другую сторону. Я потом поправил, но... Было поздно. Наша цель, чтобы она не успела дойти до нас, пока мы... Как бы отражением ее херачим. Так, нормально. Первый раз самый легкий. Так, быстрее направо. Так. Так, теперь вот тут должно быть. Ага. Так, но сейчас с другой стороны вылезет. Вот, да. То есть с противоположной стороны. Она как бы нас обманывает с одной стороны, а вылазит из противоположной. Так, теперь вот тут. Вот здесь я не успел. Есть. Блин, еще жива. Может быть, надо еще что-то сделать? Да нет, вроде бы все. И смотрите, все на одном месте. Все, разбили зеркало. Вон, нас опять мучает голод и... Вон она лежит. Мы сейчас будем ее есть, судя по всему. Охренеть. Мы сейчас будем ее есть. Да, мы грызем ее. И темные силы, они как будто бы переходят в нас. То есть мы ее убили и... Видимо, забираем ее силу себе. Офигеть. Очень жалко, что нам не показали ее лицо. Было бы крайне... Крайне интересно посмотреть на нее. Ну, либо хотя бы увидеть лицо персонажа. А то он как инкогнито. Так, мы с вами... Офигеть. Да, у нас сила. Мы идем прям к этим жердяям. Убиваем их. Так вот, зачем ей нужны были все эти... Чтобы высасывать из них жизнь. Может быть, она делала то же самое? Это очень круто. Очень круто сделали. Все, и мы наконец-то уходим отсюда. Да. Блин, вот такой вот финал. Конечно, вопросов осталось достаточно много, скажем так. Вы знаете, я не любитель концовок, где дают большой простор для додумывания. Вот честно, мне это не нравится. Многих это прикалывает, но мне не нравится. Мне нравится, когда, знаете, прям как самому тупому прям ставят точку и все объясняют. Вот всегда ловил от этого кайф. Когда ты в ожидании, в ожидании потом хоп-хоп-хоп. Но разработчики ответили лишь небольшую часть вопросов. Однако, многие нюансы остались нераскрытыми. Так сказать, на додумывание. И пошли титры. Ну что ж, друзья. Наши приключения в игре Little Nightmares, они закончены. Что я могу сказать об этой игре? Она, безусловно, великолепна. Она стильная, она приятная в процессе. То есть, играть в нее приятно. Здесь интересный, очень такой... Ну, я бы не сказал, что оригинальный. Как я уже вам говорил про ходячий замок. И вот плюс-минус чувствуется... Возможно, авторы даже чем-то вдохновлялись. Вот, чем-то таким. И не сказать, что прям невероятно оригинально. Но в игропроме выглядит, безусловно, невычерно. Белая ворона в хорошем смысле этого слова. Сам геймплей крайне простой. Загадки простые. Все очень просто. Но вы знаете, несмотря на все это, процесс геймплея не выглядит здесь лишним. То есть, он очень хорошо гармонирует. То есть, нам таким образом дают немножко поучаствовать в истории. Хотя, эту игру вполне можно было выпустить как анимационный фильм. Не знаю. Мультфильм. Вот. И тоже было бы здорово. Положительно. Положительная моя оценка, друзья. Положительно отношусь к этой игре. Очень порадовала разработчикам успехов. Будем надеяться, что в будущем они нас еще порадуют какими-то оригинальными проектами в оригинальном сеттинге. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет приятно. Также у нас есть трансляции разных игр. Прямые трансляции прямо на Твиче. Ссылка на него в описании под видео. С вами был Сергей Халье. Не хворайте, не болейте. Вот. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok